И вот эта вот линия вдоль именно Ивана Франко сохранилась от той многовековой Дубравы. Но, приведя пример вот эти, будем настаивать, чтобы нам дали доступ туда, раз у них нет достоверных сведений. Ссылаться мы не будем, потому что нам ничего не дали. Мы просто будем, мы информируем вас. Но тут Дуб, его замеряли и под камеру, наш славный, да? Они его не видят, я вот сейчас вот... Вот так вот прям в упор. Я ей показываю, я говорю, видите на картинке, вот в этой, в природоохранителе, так сказать. Да. Я говорю, вы же видите на картинке, это самое, вот этот Дуб, нет его, нет. Я потом уже забрался просто, так сказать, я потом говорю, ну что, Саша, мы такой скандал поднимем, что это? Я тогда написал вот этот пост о том, что, так сказать, вот у того Дуба такая карма, он пережил, так сказать... Наполеона пережил. Я пережил как минимум сто, так сказать, властителей европейских и как минимум двадцать, так сказать, властителей российских. Это еще глубже вы сказали. Это российских и советских. Вот. И я просто сказал, что... И вы пришлись на пароль. И вы мне говорите, что... Его нет. Значит, его нету этого. Вы же видите на экране. Мы прям стояли на компьютерах. Цинизм. Вы только, вы только, только, пожалуйста, так сказать, не надо. Я пристался, я говорю, я писатель, я здесь давно живу. Я говорю, у этого Дуба, у меня Накамура, профессор, так сказать, Йокогама, инсертета, он сюда с детьми приезжал. Мы здесь гуляли. И он мне рассказывал, какие у японцев, так сказать, существуют поверия о карме деревьев. И я так полагаю, что вот эта карма, она не зависит от того, там, коммунист он, так сказать, или там представитель какой-то другой партии, там, или еще кто-то, или президент, или просто человек, который, так сказать, подписал эти документы, а, так сказать, распили этого дерева. А сухостое? Да. Ему этой карме все равно. И потом они еще спрашивают, почему, так сказать, сын президента Татарстана, так сказать, попал в авиационную катастрофу. Пусть и спрашивают. Совершенно верно. Михаил, абсолютно с вами согласен. Я это все объяснил, так сказать, популярно, так сказать. И на мой пост, вот вы не представляете, ни один, так сказать, тролль, ни один. Не посмел. Не посмел. Боятся все. Не верите, примета и сбывается. Ну, не могли бы еще раз уточнить, просто, вот как технологически будет происходить обмер? Значит так, вот для визуализации белые халаты и зеленая полоса, что получается мы как скорая помощь, которая спасать уже деревьев, которым грозит смерть. Технологически получается мы, значит, к дереву подходим, обмеряем окружность, стоя, называем это дерево, допустим, ива, дуб, там, да, осина. Обмеряем окружность, тут же стоя на высоте метр тридцать, потому что, ну, так полагается, да, именно на этой высоте рассчитывается возраст дерева, в смысле, по окружности. Стоя на этом же месте, по Яндекс.Карте, снимаем координаты, записываем на карточке координаты, окружность дерева и, соответственно, название дерева. Сегодня мы давайте хотя бы самые крупные зафиксируем, самые крупные. А потом, я думаю, не мешает, раз они такие безграмотные и не знают, что у нас здесь вообще располагается. Хотя это был природный комплекс 26 ЗАО, он и сейчас таким числится. Но его потихоньку, потихоньку, знаете, так, корнают, корнают. Причем делая вид, что вот депрессивный вырождающийся самосев. Это смешно. Вот, и эту карточку, потом мы будем на, возьмем, ну, соответственно, Яндекс.Карту и будем на эти координаты наносить ссылки. Вот, и яду, и еще, будем фотографировать то дерево. Вот обмерили, все зафиксировали, сфотографировали. И потом вот эту привязку, давайте составлять свою карту, свой дендроплан нашего парка. То есть начнем с крупных. Вот такая фиксация. Угу. Спасибо. Тогда уже... Да, согласна. Если мы называли Половской или Ивановской, от Половской по Ивана Франко, то это границы природного комплекса 26. Поэтому мне кажется, что это все сделано сознательно. И он так и звучит вот по той стороне. Здесь природный комплекс, здесь, собственно, пойма реки, берегая реки Фильки. Угу. От того, что она в земле, в трубе, она живая. Мало того, я не могу понять, вот с экологической точки зрения, о чем они думают. Хорошо, зачистили вот эту площадку. Вот одна дорога, вторая дорога, дома будут стоять. А подземные воды куда будут деваться? Деревья пьют большую часть. Что здесь будет с почвой происходить? И если учесть, что здесь еще карстовые пустоты. Провал будет. Неизбежно. Мало того, вот этот дом, который строится, как бассейн, вот эта башня. Я вообще не могу понять, как они его... Понятно, что кривили душой. Кстати говоря, по поводу фотографий, Михаил. Когда мы долго-долго, вот Вадим, молодец, спасибо ему огромное, как депутат, я не знаю, кучу запросов сделал, чтобы по документам было видно, что вообще полный нонсенс, что не было такие... Документы подсказали, что не было инженерно-геологических исследований под этой башней пиковской. Вот. И помните, там до последнего, вот до марта прошлого года, этого года, вернее, были деревья. Туда техника вот эта вот большая, которая скважину роет, делает глубоко, не могла просто даже заехать. Так они вот присоединили к отчету для Мосгосэкспертизы фотошоп и стоит совершенно на другой территории огромная вот эта машина, которая делает скважины для геолога, инженерно-геологических исследований. И они эту картинку принимают. Вы, ребята, съездите хоть кто-то на место. Даже когда я смотрела архивные документы вот по нашим домам, и вот была приемка. То есть вот что бросается в глаза? Поэтапная приемка само собой, начиная там от песка, от подъема вот там, до какого уровня и так далее. Все это отмечено в архивных документах и отмечено на месте. А почему видно, что на месте? Потому что на карте приемки, помните, был синий и красный карандаш такой, который ничем не стирался. Он не химический. Он не химический, он просто цветной карандаш, который ничем не убьешь. Ласиком там никак не подотрешь ничего. И этим карандашом они отмечали красным, если претензия, что вот это надо исправить, синий, что это принято. Вот это была приемка. Ты ее не сотрешь, она в архиве. А сейчас они даже на место не соизволят выехать, чтобы увидеть, что в этом месте координаты. Хорошо, снимите координаты. Где скважины? Хотя бы одну контрольную проверку. На маленьком пятачке сколько? 3700 метров. Набурили 20 скважин, из которых там 5 глубинных. 46 метров и 30 метров. Это что? Это сколько этажный дом вглубь? 46 метров. 15-этажный, грубо говоря, если там 3 метра брать на этаж. А 30-метровый, это 10 метров. Мало того, такие глубинные скважины, когда делают, их нельзя засыпать. Их заливают бетоном, потому что они могут сдвинуть геологические пласты. И это место, оно должно координату быть зафиксировано на карте, и ее легко проконтролировать. Ни один контрольный орган не отреагировал, ни прокуратура. Мосгоэкспертиза четко сказала, что за отчеты отвечает заказчик. Я, волк, пришла, посчитала, сколько кур в курятне. 10 уже себе на ум отнесла, потому что я их сожру. И говорю, там 20 кур, а там их 30. Вот волка пустили в огород, или козла в огород, да? И он говорит, вот тут вот так вот, все-все-все для меня здорово. А сейчас они затапливаются, затапливаются этим бассейном. Сергей, свидетели, у него зафиксировано там, да, что бетон заливают. Я говорю, что значит, не было инженерно-геологически сплошное, сплошное вранье. Владик тоже, мы с ним искали речку, не нашли, а пик нашел. Вот, 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 и что-то будет. А речка, естественно, от давления меняет. Кто будет жить в этом доме, который плавает все время? Нет, вот ты забываешь, что там еще холодный шов в фундаменте. Это уже технологический нюанс. Нет. Я просто и в этом не понимаю. В высокоэтажном строительстве холодный шов в фундаменте запрещен. В принципе. То есть жесткости фундамент не наберет. Поэтому фундамент должен литься непрерывно, пока до определенной отметки не льется. Тем более у них там плита. Вот. Тем более у них там сейчас плита. То есть у них плита. И это под башню. Да. У них плита льется под башню. Эта плита не льется в течение пяти часов. Причем подточечную, не растянутая, что давление будет очень... Естественно. Поэтому кто туда заедет... То есть этот дом начнет ломаться раньше, чем его построили. Он в процессе начнет ломаться. Ну как у пика все происходит. Вон уже перекрытие. Все мы видим в интернете. Все эти проблемы. О, Толя как-то присылала где-то неделю назад фотографии, где опять там поколено воды. То есть речка опять порвалась. А куда же она денется? Куда? Если она есть. То же самое. И так же вот с этими деревьями. Опять лажа. Опять написали, что здесь депрессивная поросль. И Мосгосэкспертиза, хоть бы один представитель контрольного органа, ты экспертиза. Почему у тебя камеральная проверка? Почему никто не выезжает на место и не привязывает? Ровно как северный дублер. Нет, ну тут еще очень хорошо работает полиция. Как они напроектировали, куда он уместится, вообще непонятно. И поэтому потом начинают наступать, наступать и расширять. Когда они сидели, деревья срубят и выводят новые железы. Так мало того, придется им рубить, вот как сейчас они так огородили, а рубить-то придется аж под самые дома. Потому что они не приезжают, у них нет привязки на место. Ничего нет. И вот поэтому, да, вот все-таки давайте замерим, хотя бы вот будем наступать, что у нас не депрессивная поросль. У нас есть и дубы, и ивы, и осины. Имея в виду диаметром больше 50 сантиметров, чтобы у них, ну я не знаю, хотя бы боялись, что все-таки у нас не один человек свидетель. И все эти деревья отправят в Росдреву. Все. И так, и давайте поступим. И вот будем составлять наш дендроплан общественной инспекции нашей. На самом деле, главное, еще один нюанс. Значит, Соболев получил, значит, как это называется... Ответ от Росдрева? Нет, ответ от... Я про полицию хочу сказать. Которая бескорыстно помогает застройщикам. И совершенно не делает ничего. Бескорыстно, конечно, мы можем предположить. Бескорыстно, естественно, конечно, мы можем предположить. Потому что Соболев, оказывается, у нас клинический идиот в 3 часа утра ходит по улицам и ругается нецензурной бранью. А вот нечего делать. Вот нечего ему делать, понимаешь? Но при этом, подожди секундочку, но при этом охранник мне угрожает в присутствии Марины, Колдовского, Соболева, ругается матом. О чем я делаю заявление? И я получаю ответ. Охранник не ругался матом, он мне не угрожал. Ровно как Михаил рассказал, на фотографии показывает дуб и говорит, что он есть, а они говорят, они его не видят. Да, я его не вижу. Не видят. Ну, я говорю, она там где-то у себя в конторе, куда мы подавали на... Типоз? Да. Значит, на... А я вот как раз ей позвонил, я там телефон такой, я позвонил, я забыл, как ее зовут, Марина Петровна, что-то. Так, здравствуйте, я вот только что вам послал, так сказать. Ну, давайте, вот смотрите, вот этот дуб вот сейчас у меня прямо на экране. Вот, откройте. Сейчас открою, она открыла. Я его не вижу. Может, у меня глаза плохие? Может, я ей там вынимаю, что-то... И я тогда уже ей просто пообещал, что мы устроим большой скандал. Если этот дуб, так сказать, начнут пилить. Пора готовить Робин-Дуб-3. Давайте мы бы все-таки облачимся, чтобы у нас видно было нашу инспекцию. А сегодня же Александр где-то на проверку. Сегодня же баба без яиц на проверку. Так, товарищи, одеваем калаты. Яиц у него нет, потому что это обещание, которое он дает, ничего не выполняет. Значит, баба без яиц. Можно... Я могу сзади подъезжать, подъехать. Подъехать. Нет, чуть-чуть и так просто, чтобы он не может. Можно спереди. А сзади, да. Забилищик. Раздай, пожалуйста. Активисты Кунсова облачаются в белые халаты, чтобы провести инвентаризацию деревьев, которые остались вне забора, которые вроде бы не должны уничтожаться, но все может произойти. Поэтому они решили подсчитать количество деревьев с указанием их точных координат и диаметром ствола на высоте полутора метра. Древние, многовековые, точнее сказать. Многоековые дубравые. Они ее не видят в упор. То есть на карте 1823 года она есть? Да. А они ее в упор не видят? Они ее в упор не видят. И поскольку... Лена, держи халат. Вот. И поскольку вот это вранье, предоставляемое Мосгосэкспертизе, Росэкспертизе, которые в свою очередь почему-то сюда не посылают представителей контрольных органов, чтобы они все-таки на месте проверили достоверность этой информации. А это сплошь и рядом по всем стройкам. Мы решили, по крайней мере, составить свой дендроплан, то есть своей общественной инспекции кунцевской, составить свой дендроплан, нанести с координатами параметры деревьев и фотографию этого дерева, дуб, осина, ива, для того, чтобы... И фотография, ты знаешь, надо сам, само дерево, крону надо, и человек рядом. Да, чтобы визуально была сопоставимость. Вот видите, мы вынуждены изучать правила, что на высоте метр тридцать замеряем диаметры, замеряем, вернее, окружность, и замеряем координаты записываем, фотографируем крону человека рядом. То есть вот все эти параметры, мы вынуждены изучать все. А вот почему-то экспертиза не владеет таким инструментом. То есть специалистов не приглашает. Он не хочет мешать строить дорожку от дома до дачки господина Каговнистова. Сергей Бородинович. Я считаю, что всем экспертам, которые подписывают все эти заключения, совершенно ложные. Причем они удовлетворяются фотошопом со стороны заказчика. Я говорю, это козел. Заказчик – это козел в огороде с капустой. Или волк в курятнике, или где там, или леса в курятнике. Вот. Так, и ленты, ребята. Мы не просто скорая помощь, мы экологическая скорая помощь. Вот стеблер, Ириш, так, чтобы она все-таки была видна. Ага. Вот. А куда ты ходишь? На голову, что ли? Можно хоть так ярко, хоть на руках ярко, хоть на голову, как хотите. Она, видите, такого едкого зеленого цвета, и я думаю, что это будет все-таки заметно. Вообще позор исполнительной власти, которая, получая деньги за то, что она проводит экспертизы, на самом деле совершенно не проверяет результаты исследований, которые им предоставляет заказчик. Это стыдно должно быть. Поэтому вот сейчас идем все это фиксировать. Начинаем с крупных, потому что это уже аварийное. Действительно, как скорая помощь, которая вот, что называется, у постели умирающего. Не дай бог, конечно. Вот. Пока не начали, почему решили принять участие в сегодняшнем замере? Потому что нам пытаются доказать, что наш парк – это вовсе не парк, а цитата «депрессивная поросль» с каким-то мусором, с грязью, которая тут растет и разбросана. Мы хотим показать, что это не так, что наш парк – это ценнейший природный комплекс с великовозрастными деревьями, который представляет очень серьезную экологическую значимость для нашего района. А детские спортивные площадки, они тоже оказались внутри забора, да? Да. И они фактически будут уничтожены? Их уже фактически уничтожили. Оборудование оттуда брали, демонтировали. А дальнейшая его судьба мне точно неизвестна. Скорее всего, передали на ответственное хранение жилищнику. Ну, то есть, если все будет продолжаться так дальше, по их замыслу мы больше этих площадок никогда не увидим. То есть там и мини-скейт-парк будет? Да, скейт-парк, к сожалению, тоже нашей молодежь его лишилась. Хотя это было такое место притяжения, там постоянно занимались ребята. О, слушай, вообще... Спасибо. Спасибо. Нужно даже нитки. Рыбки тоже в глаз. Я даже в угол Маклона могу поехать. Лёш, ну давай ты будешь первой брикаде. Из Наполеона. Да. Он пережил несколько революций, вот, пережил как минимум 20 российских, советских властителей. И эта карма, конечно, ей этой карме всё равно. Кем является, так сказать, объект погубления этого дерева. Будь то он там представитель коммунистов или других каких-то политических партий или вообще движений, или вообще просто беспартий, или просто, так сказать, там какой-то клерк, который подписал бумагу о выпиливании этого дерева. Либо это, так сказать, крововодитель государства. Вот. Поэтому я и сделал такой пост, так сказать, чтобы они побереглись бы, так сказать, такой кармы. Те, кто собирается здесь выпиливать эти деревья. На мой взгляд, здесь очень хорошо было бы сделать по типу, как вот в Лефортово. Когда собирались спасти Лефортовский парк, там сделали специальный, так сказать, подземный, вот трёхметровый этот, трёхкилометровый тоннель. Вот, именно для Лужкова делал, для того, чтобы спасти вот эти деревья и этот вообще Лефортовский парк. Я думаю, что и здесь надо сделать то же самое. Если получится. Ну, сделать, или тогда, ну, хорошо сделать, пусть эстакаду. Пусть эстакада на железную. Да, или на железную. Да, кстати, был такой проект тоже. Эстакада на железную дорогу. А про вот Диполос вы рассказывали. Про что? Про Диполос. Всё, пока это не надо. Я просто, я говорю, что я этот дуб показывал на GPS, на компьютере, который сидел в, как этот сайт называется, то есть, сохраним московские деревья. Туда надо, значит, предложение по, значит, сохранению, значит, природы и деревьев в московских парках. Вот. А она мне говорит, я говорю, вот такой GPS, вот у меня, я ей номер назвал, мне там тоже компьютер. Я говорю, вот, пожалуйста, вот, это же дуб же виден. Виден, какой он, так сказать, большой, что он высотой 20 метров, так сказать, как минимум. И в обхвате, так сказать, метров 5. 5 метров 10 сантиметров мы мерили. Ну, мы мерили, да. А она говорит, я её не вижу. Нету там такого дерева. И вот после этого я как раз и завёлся, так сказать. Потому что мне вспомнился вот этот визит моего друга на Камуры, вот этот рассказ про карму деревьев. И я решил, что чем на своей совести, так сказать, это всё держать, лучше это выложить, так сказать, всё. Вот таким образом. Ну, у японцев там вообще, они же когда... Ну, пока люди переодеваются и собираются идти делать о мере, мы уже, кажется, все собрались. Мы собрались около 10 участников общественной спектуры. Мы проследуем за ними. И посмотрим, как технологически будет происходить этот замер деревьев. Потому что он должен делаться по стандартной методике. И эту методику, наверное, могут перенимать люди в других горячих точках Москвы или в других регионах, где деревьям угрожают опасности и есть необходимость провести их инвентаризацию по действующим дендрологическим правилам. Вот мы видим здесь два крупных дуба, близко друг от друга. Как надо измерять? Ну... А Марина может стать и второго дуба? Или Владимир, или опять. Нет, ну, а как обмелеть-то по кругу? Ну, вот так. На высоте метр тридцать. Метр тридцать. Это... Я метр семьдесят шесть. А метр тридцать это вот так? Нет, это можно рулеткой от земли померить. На высоте. И примерно отметить на своем теле, где у вас метр тридцать. Ты хочешь так... Держи. Метр тридцать. Метр семьдесят шесть? Окей. Ну вот. Не хватило рулетки. Окружность не хватило, да, так промерить. А сколько это рулетки? Два метра. Два метра. Так, тогда... Метровые. Тогда попробуем это... Давайте вот так. Два метра. Я попробую это электронный. Ну вот пять метров. У меня электронный не получится. Давай так? Пятерка. Пятерка? Пятерка. Вот двухметровой рулетки не хватает. Взяли... Пятиметровую. Пятиметровую. Метр тридцать. Это чья? Моя. Одна из... Два, пятьдесят два. Два, пятьдесят два. Так, кто будет... Диаметр этого дуба два, половине метра. А теперь что нужно сделать? Вот, плавшинку савилия. Два, пятьдесят два савилия. Давай, савилия, и тут. Координаты я сейчас примеряю. Нет, такой не промеришь тоже этим роликом. Не-не-не-не. Да, вот три, пятьсиметровая нога. Так, замерка ордината. А как, через новизотор, да? Да, вот смотрите, я открываю Яндекс карту. Нахожусь здесь. Вообще не запустил. Через гугл? Нет, я просто... Я тут что-то смел к своей... Сейчас загрузится. Мне так смирится. Так. Интернет, наверное, здесь слабовато берет, но неважно, сейчас все равно. Нахожу. Здесь. Ээээ, Марин, я могу когда-то сейчас выписать жалобу со слабцем, чтобы ты была свидетелем, как охранник не угрожал? Пять шесть точка семь два семь. Ну вот. Просто мне Цыганов написал? Шесть восемь ноль. Он не ругался, Марин. Он мне не угрожал. Запятая три семь. Гугла точка четыреста сорок три ноль сорок четыре. Леша, я забыла, как координату мерить. Вот я нахожусь, я здесь. Нажимаю на себя. Уже померили координату. Запишите. Вот она, все. Вот, нет, ну просто чтобы это было зафиксировано. У меня получилось пятьдесят пять семьдесят два. Вы просто копируйте и записывайте это. Плакнот. Я понимаю, но просто это вот... Давай запишем. Пятьдесят пять семьдесят два дальше. Угу. Шесть восемь ноль. Шесть. Ну. Запятая три семь. Точка. Первая, да? Это уже вторая, пожалуйста. Нет. А вторая первая? Нет. Так, давайте. Вот я прямо уделю. Ну, я думаю, это мелкое отклонение, поэтому... Ну, давай твои. Кординат. 55, 727, 387. Там из двух, да? Да, да. Давайте первую, что я запишу. Первую, начертю, а потом вторую. Какие будут? 55, 727, 387. Давайте уже меня уже запятят. Вот. 37, 44, 300, 44, 37, 98. Ага. Значит, что, пишем дуб, окружность. Вы записали. Я думаю, на бумаге это надежно, потому что... Не, не записал опять. Давайте сначала первую цифру, а потом вторую говорить, а то все в кучу. Первая цифра. 55, 72, 73, 87, да? Сейчас, секунду. 45, точка 727. А, точка. 727, 387. Давай уже то, что я вот прямо около дуба стою. 387. 387, 98. Ага. Дуб. Окружность какая? 250 сантиметров. 250 сантиметров. В обхвате. Окружность. На высоте метр тридцать. 250 сантиметров. А здесь поменяется как зиму? Да, конечно, должна поменяться. Давайте вот здесь сразу. Возьмите метр тридцать. Так, метр тридцать-то будем отмезать? А вот я вот. А водила у вас? Да. Два тридцать пять. Два тридцать пять. Два тридцать пять. Изменились координацию? Сейчас. А где должны изменить? Два тридцать пять. То есть, этому получается как минимум сто пятьдесят лет. Находят по отношению. Вот так. Какой-то голодый. Сейчас мы отойдем, чтобы охватить ей во весь рост. Показать, как он выглядит. Можно взглянуть на его пышную крону. Пожелтевшую. Вот два этих губа. Мы напоминаем, что мы находимся на улице Ивана Франко. В Росте проходит общественная инспекция по инвентаризации деревьев, которые остались за забором. Которые, по идее, не должны вырубаться. Но жители хотят показать, что это нормальные старовозрастные дубы и другие деревья. Для этого нужно провести инвентаризацию по дендрологическим правилам. Вот они замеряют, делают замеры этих губов. Предполагается замерять окружные ствола на высоте 1 метра 30 сантиметров. И точно записывать координаты этого дерева, чтобы потом его можно было нанести на карту. На карту 727, 854, да, надо сбрасывать. На карту 4, 16, 85. Ну, пока они отрабатывают технологию. Наверное, для каждого дерева, наверное, достаточно двух человек, чтобы растянуть рулетку. И можно вот такой группы, как сейчас собралась, действовать довольно быстрее, разбившись на пары. Потому что смартфоны есть у всех с картами. Разбившись на пары, можно вдвоем замерять как окружные ствола, так и координаты. Записывать их либо в бумажный блокнот, либо копировать их с карты в смартфоне, заносить этот файл в блокноты. Вот два дерева уже. Отвечены. Окружность или диаметр? Нет, окружность делим на 3,14 и получаем диаметр. Я думаю, они тоже диаметр. Ну, напи. Как у нас диаметр? Окружность. Виды? Обратные. Так, фотографировать. Там есть совершенно огромная ива. Надя, не уходи. Лена, давайте. Здесь полтора метра. А? Здесь полтора метра диаметр. Ну, это не дуб, а это... Вот, ты знаешь, взял сомневой. Вот этот вот очень маленький, а здесь другие листья. Ну, и нужно, конечно, за название породы. Ну, вот жители сейчас сомневаются, что это... Тут, конечно, нужны либо ботаники, либо специалисты дендровые, чтобы точно могли и по... по форме листьев и по стволу сказать точно какое это дерево. Ну, предполагается, что это ольха. Диаметр полтора метра. Я вижу, что это ива. И она только хвольная. Ну, ладно, давайте. Может быть, нам потом подскажут. Это полтора метра. Где? Вот. Спасибо, Савелий. Савелий, говорю, что это яс. Так. Ира, туда далеко встань, потому что вы здесь очень большие. Диаметр полного пещера. Вы его замерили? Нет. Вы не полагаете, что делать фотографию? Полтора метра. И на окно, где полтора метра. А координаты какие у него там? Вот. Савелий, говорю, что это деда. Ну, вот, по-на-от-деду. Вот, по-на-от-деду. Вы завели во все там, ударили. Вот... Понимаешь, Покина сбросили, и как здесь дело проистекает, вы вчера видели, и как дело проистекает, никто не знает. Покина вообще чуть не убили. Не знаю, как дело проистекает, Семенович нацелал отказ по всем моим заявлением. То есть не сбрасывали, да? И видеозапись он не смотрел, хотя ему передали и расписку, но он ее не посмотрел. Савелий, ну будем писать жалобу. Он написал, что, поскольку гражданин Богомолов Дмитрий Артурович отрицает, то, что он ударил меня, он считает, что доказательств этого нет. Ну понятно. То, что там стояло 100 человек, все эти... Свидетели, которые и видеозапись, он не принял. Не по ним принял, не только показания нападавшего. Ну, в основании показаний вынес решение. Ну вообще-то уже что-то они как-то... Давай в прокуратуру, в СБ, вот, нет, во вторник. Саша опять прикалывается. Это во вторник, потому что я сейчас с вами... Нет, Богомолов, который скинул... Я, Богомолов, скажи, кто вынес. Вот тот огромный. А как вот интересно мерить тучи, вот, когда много стволов? Мерится по самому виду, наверное. Ведь у нас, вот этот наш исторический дуб, который эти люди там загородили, он рос, когда его, видимо, кто-то отщипнул верхушку, он прям практически от корня стал раздваиваться. Нет, 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 нет. Нет, 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 он такой же маленький там вид, который у меня из пистолетов. А он так и стоит, и страшно. Бывает бац, и второй ствол. Бывает. Бывает. А я вообще готовился пикет. Правильно. Это одно другому не мешает. А что это такое вообще? Мы под партизмены. А как вот в таких кучах, когда много стволов? Вы знаете, пока мы с экологами посоветуемся. Мы сейчас начали фиксацию ствольных, крупных, потому что все равно ресурсы у нас ограничены. К координате привязано. Мы потом пойдем с экологами, мы их позовем. Вот здесь просто неотворимые по дубам, и по вот этим крупносложным мы это уже решили. Пока не будут проводить их иммунитаризацию. Пока только вот с единочными словами. Андрей Борисович. Вот здесь такой. Диаметр этого дерева ствола 238 сантиметров. Диаметр окружности ствола 238 сантиметров. Это ива, узкие длинные листья ива. Обычно мы привыкли к ивам по берегам рек. Такие худосочные стволы. Но здесь вот такая ива, у которой два ствола. И даже, может быть, три ствола в сторону стал расти. Вот такая вот красавица ива. Вот одна ветка расщепленная. Растет в сторону. Вот здесь все, на вот эти метрик. Это как вот эти лазы. Вот где? Вот здесь. Вот здесь. Вот они начинают с новыми валютами. Это не значит, что это разные деревья. Нет, это бессмысленно. Вот на метр тридцать, как правило, это антон. А почему и смысл? А почему и смысл? Потому что нам нужно, во-первых, показать, что здесь действительно ценные деревья, что здесь дубы многолетние, несколько сотен лет. И что они представляют действительно ценность для района. И потеря их будет невосполнима никакими компенсационными высадками. Это наша боль, которая длится уже много лет. Вот мы живем под знаком СДКП, как под домокловым мечом буквально. И вот он уже надвигается на нас, как каток истории. Ну и все-таки мы надеемся, что здравый смысл преобладать будет. И вот уже запущен южный дублер Кутовского проспекта. Нужно хотя бы оценить тот ракет, который пойдет по нему. Ну и вообще посмотреть, есть ли необходимость сейчас настолько внедряться в экологию района и настолько портить жизнь всем жителям здесь в условиях пандемии, в условиях такой социальной напряженности, когда не хватает денег даже на лечение людей. Тем более, что проект инвесторов до сих пор. Да, совершенно верно. Это все ляжет тяжестью на бюджет Москвы. Однозначно. И, соответственно, на плечи обычных простых жителей. Ага, посмотрим. Дубль инспекции подвигается от дерева к дереву. Компионец здесь на сотни метров. За забором оказались огромные деревья. Дубль инспекции подвигается от дерева к дереву. Такие же как. Чтобы не заболел. Я сейчас... Без позы глины. Забол, как мы это сделаем. Я вот сам даже не видел того, что я вам показываю. Потому что снизу не виден экран, когда я поднимал свой смартфон на моноподе. Поскольку я бывал в этой части парка и раньше, то, в общем, хорошо помню, что там дорожки. Там детская площадка. Там скейт-парк, на котором тренировались дети на самокатах. Савелий, это что за дерево? Литра? Литр 65. Видим охранников, которые наблюдают за тем, что здесь происходит. Видимо, они не очень понимают, что это такое. Обсуждают что-то между собой. Арая высокая, чтоб кадр не смотрится. Учит, что здесь находится. Как же ты? Да помой тут. Да это далеко. Учит, что ли, Галь, 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 Галь. Учит, что это скорее. Там больше свободного пространства. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 156 Это липа Она более плотная Теперь координаты Давайте координаты Липа Липа Вот такая вот липа С окружностью слова Полтора метра 156 сантиметров Возраст 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 Липа она плотная Это тополь сразу раздается 440 Липа она вела 0,70 На гендрах хронологи Они просто делают Первые Специальные инструменты Делают пропилы Считают Считают Годовые концы Сейчас все соберутся Вы туда же Переходите Да Мы тоже Собираемся все У фитнеса У зданий Куда Зачем Сами Да Вот так Она вся за забором Она просто Увидела Вот так Небольшая часть Площадки Детская Осталась За забором Это единственная площадка Я понимаю ее пополам Вот так разрезали Часть с забором То есть там площадки Больше Там кроме детской площадки Там еще были тренажеры И еще было для скейтеров Скейт парк такой небольшой Это все Это все У меня Где 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 Рулетка Где А на каких-то планах Тут же Дентрологические планы Там не было точно подсчета Я не знаю Этот парк Он К автодорогам залу относится То есть балансодержатель автодороги залу У него И информация у них должна быть Ну да Балансодержателя В общем действительно странно Мы находимся вдоль железной дороги И технологические решения Вполне могут быть такие Что Трассу Если она необходима Можем положить Как же железную дорогу? Да Если хранить Соответственно деревья Все равно она По эстакаде трассы идет Зачем ее опускать на землю А потом опять поднимать Пусть уж тогда уж На эстакадах Она и будет От начала до конца Почему бы нет Потому что я в Японии Когда-то наблюдал Просто такую Многослойную картину Когда вот насыпь железнодорожную Под насыпью Идет Длинный такой проход Вдоль всей насыпи Торговые ряды Внутри насыпи Торговые ряды А над насыпью Автомобильная Страна Ну они умеют Просто использовать Пространство Все какое есть А наши не умеют Использовать Тем более что если Действительно Она частично идет По эстакаде То можно было бы И здесь Пустить по эстакаде Ну она вообще В принципе От Москва-сити Практически буквально Над железной дорогой И туда она тоже идет Над железной дорогой Ну шла бы она и шла Над железной дорогой А то они Значит Сюда перекидывают Обратно будут Перекидывать Через железную дорогу А вот там где Яблонная высота Она тоже опускается Да То есть она там Не над железной дорогой Она сгибается На территории Яблонного высота Они да Стакады делают Там где Через железную дорогу Надо Перекидывать Соответственно Там идут Стакады Хотя наверное Пустить ее всю Пристакады Не намного дороже Чем Ну С учетом развития Нынешних технологий Мостостроения Я думаю Что это Не намного дороже Тем более Коммуникации Получается Переносить Не нам никакие Которые под землей Ставь сваи Там Бори сваи И все Можно избивать Тех градостроительных Конфликтов Ну да Подходят люди Сколько Подходят люди Сколько Сколько Замерили Сколько Сколько 319 Да Здесь Замерили 3 метра 19 сантиметров С окружностью больше трех метров Он в нее костыль вбит Ему лет сто не меньше С каким стеснением А он что-то на нем Что-то на нем изображено Это раньше до революции Качельки вешали Да, наверное Что-то такое Детская площадка Остатки детской площадки Часть которой Сейчас мы попробуем Длинуть через щель В заборе Есть возможность такая Здесь Есть Щели Куда можно опустить Телефон И показать, что там За забором Подходим Делamy Сразу Девчонка Выздили на спартаковскую подойдет Подходят, видимо, участники пакетов. Сегодня, оказывается, было две, одновременно два мероприятия. Намечена общественная инспекция по учету деревьев. И второе мероприятие – это одиночные пикеты вдоль улицы Ивана Франко. Уже, может быть, 50 человек сюда пришло, которые будут участвовать в одиночных пикетах. Он даже с камерой ходит. Помогут в проявлении инспекции общественной. Вот, вот они. Привет, как их сидите. А, коммунисты. А, я не знаю, на пикет. Что ты можешь сказать по ситуации на сегодняшний день, что известно? Ну, чего известно. Вообще непонятно, почему они до сих пор ничего не рубят. Есть предположения, достаточно обоснованные, подтвержденные документации. Картинка обвинения. Развучивать, естественно, не будут. Вот. Сейчас устроим пикет. Законно, все законно. А мы санитарная скорая помощь. Еще больше уже 5 человек. Там двое, там трое. А то вы повернули опять. А что? Ну, банально у них, может быть, нет денег. И вот с этими координатами мы обратились. Нет, правительство выделило на это деньги. Почти 4 миллиарда 3,700. В уголках. Что здесь депрессивная территория. Как раз на вырубку нет денег, но нет инвестора и нет денег на строительство. Да, на сам проект денег нет. А на подготовку деньги есть. Вот. Давайте по субботу мы сделаем просто про продолжение. Мы можем стартануть, сделать что имеем. Возможно. Не хочу ничего говорить. Вот. И мы напишем, что мы продолжим аппатизацию нашего патора. Все возможно. Может быть, отменят. Если у вас нет такого. Поймут, что действительно выбор. Потому что сейчас по всеми районах Москвы очень жесткая обстановка. Организовать совместную. Везде. Завтра у нас в Дмитрино будет, ну, в Москве, да, Дмитрино будет по поводу парка. По поводу ООПТ, да, которую отняли у нас в нем в Непоскопойме и отдали им. Ну, как бы, компенсацию. Несколько дней назад в Строгино тоже вот танцы было по ООПТ. И чтобы вот эта уже волна пошла. И люди сейчас выходят. Выходит нас много. И выбор весной, ну, Госдума. Или весной, или осенью. И, как правило, в такой период они не должны ничего делать, чтобы нас не заставлять, не выводить нас на улицу. Может быть, они поймут действительно, что мы сейчас встанем на ДБУ. Все, займемся Госдумой. Вся Госдума будет оппозиционной. Вся Госдума. Тем более, московская часть. Вот как им будет? Если мы, как Мундепы заняли в 17-м году, очень много мест отняли уйти на РУС. И в Мосгордуме у нас наш. А ты планируешься идти в Госдуму? Нет. На самом деле, я считаю, что я в своем районе не вела тот порядок, который кто-то не хочет. То есть, муниципальный депутат как раз свой уровень, да? Вот на данный момент, пока я там не знаю. Есть депутаты, по которым сразу видно, что у них федеральный орден. Я не знаю, что по мне видно, честно не знаю. Но я считаю, что надо на своем месте вести порядок, в своем районе. А если кто-то из наших оппозиционных пойдет в Государственный Думу, в Московскую Градскую Думу, я даже не знаю, что по этому поводу думать. Стоит ли им оставлять эти места в Думе, в Московской, и идти в Государственную Думу, я не понимаю. А на это место будут до выбора на всех? Нет, скорее всего, нет. Ну вот у нас из моего созыва, мой совет депутатов, нас 10 человек было, 10 мандатов. А сейчас нас 9. Одного не хватает, до выборов нет. До выборов только тогда, когда... Сколько у нас должно быть? Если бы нас было 6, по-моему, тогда до выбора. Точно не помню. Ну вот умер депутат Мосгордума Губенко, и до выборов пока не... Нет, не будет их. Да не будет их. Нет, они будут, но вместе с выборами... А, ну это уже другая тема. Так, чтобы в спешке нет. Ну, не знаю, тем более оставлять эти места в Мосгордуме, для того, чтобы прошли опять Единорусы. Та же самая Киселёва, который наш, Герасимов, такие нам не нужны. Ну, как, ну... Я не знаю, как они смотрят нам, людям, в лицо, в глаза, как им не стыдно за то, что они делают, как они проходят мимо закона, как они проходят мимо своей совести, почему они не видят и не слышат нас, ну, мнение нас, жителей. Они же, как бы, должны защищать наши интересы. Поэтому таких нам не нужно. Пусть они сидят на своих местах. Я на своем месте. Эти на своем месте. А в Госдуму надо двигать наших активистов, которые действительно активисты, которые за жителей, за экологию. Да, пусть у кого-то из нас нет образования специального, но за эти годы многие из нас научились и читать законы, и понимают законы, законы, проекты, и помощников очень много появилось. Те, которые специалисты. Ну, по любой почти теме. Поэтому вот сейчас... Сейчас пойдем. Пойдем в пике. Спасибо. А во сколько митингов завтра? Я не смотрела сегодня точно. Сейчас надо посмотреть, кстати, да. Это не митинг. Как там, в какой форме это будет? Встреча с депутатом? Не знаю. Нет. По-моему, нет. Митина. Сейчас, 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 сейчас. Митина. Это где? Митина. А-а-а. Это вот там живете, да? Ты бери такой, сделай. А я не вижу информации, кстати. Потом надо будет сказать, да. Кому еще плакаты? Давай мне, наверное, снать. Пробирайте. Никому, а... Кому какой? Отключим, да? Кому какой? Иначе отключим газ и свет. Ой, мне олигархов спросить не хочу. Никто не хочет олигархов. Никто олигархов не хочет. Мы пришли, участвовать в пикетах представителей ППРФ. Красно-белых шарфах. Забыли шарфах, похожих на Спартаковский. Нет. А потому что там будет... А, охранники ходят с видеокамерами и снимают рассадочные. А, охранники ходят с видеокамерами и снимают рассадочные. Коммунисты в красных планах. Ну, как оказались. Коммунисты. Давай, два пускает. Да, давайте. Олигархов. Магиство олигархов. Олигархов. Ну, что пошли. Да, да. Да, да. Вот люди. Участники разобрали. Ну, какой-то влакат. А они, влакаты для них. Каждый выбирал себе по душе, потому что тексты плакатов-то разные Пока мы точно не знаем, где они собираются стоять А где планируется стоять? С той стороны Пусть вы сейчас проходите по проходу Да, да, да Не на, а поход Участники, как нам пояснили Участники этой серии генетических деток станут Имеющих в 50 метрах только дружи, но со стороны ул. Ивана Франко Там остался русский тротуар Миллиный тротуарик 50 метров друг от друга Можно будет стоять И что, выходим? Да Углазинеть ленточки Давай, давай Держи, держи 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 Вот все участники Держи 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 Держи